Пока нарезаем сыр, хочу вам сказать, что я тут подсел на наркоту. Наркота называется смолец. Короче, это обалденная штука. Это топленое сало, или выпаренное, или не знаю чего, но это очень вкусно. Вот купили в Ашане, до этого покупали другого производителя. Вот баночка такая, вот тут это сало, а вот тут вот яблочное желе с жирком. Сейчас попозже мы откроем, я это все перемешаю, и мы вернемся. Яблоки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Очень интересное сочетание жирной мазни и ямблок, но это как утка, наверное, с ямблок. Ямблок естся не с таким ощущением, когда шматок сало берете и кусаете его. Вообще нет. И без чеснока. Без чеснока. Такой нежный вкус, приятный. Отдает яблочкам. Это же на тушенку не похоже, ведь? На тушенку абсолютно не похоже, хотя кусочки мяса там есть. Смальцы есть разные, есть даже с кабаном, с диким, с яблоком, еще там целая куча. Там четыре разновидности, то, что мы именно видели. То, что мы видели, да. А так вот в разных магазинах. Где-то четыре разновидности, про все снимем. Ну, вообще вещь обалденная. Прям наркота натуральная. Так что остерегайтесь, подсядете. Ну, если вы тут. Да, это прям, если вы спортом не будете заниматься, то это все. То вам конец. Что там с пектинами? Да, с пектинами. Сейчас мы про пектины поговорим. Ну, чтобы про пектины было повеселей, опять же, ваше здоровье. Водка 40 оборотов. Она приятнее, чем в нашем горьком настойке. Не надо из лица делать утиную попу и щемиться в холодильник за бронебойным огурцом. Вот. Да, мне уж шикарен. Это Ашановский. А-ш-а-напский. А-ш-а-напский. А, ну, хотя, ну, конкретно эта банка без логотипа Ашана. Без вот этой вот птички краски. Ну, что-то конкретно для Ашанова пускает. Что-то Ашан берет на реализацию. Ну, все ясно. Ничего такого. Не криминального. Так, 500 грамм, по-моему, стоит около 200 рублей. Вот. Похоже на настоящий. Можно, наверное, на настоящее. Значит, пектины. Так, я закрываю смолец и отставляю его в сторону. Пектины – это желирующие вещества. У меня растительное происхождение. Тихо. Ну, господа, ваше здоровье. Здравия. Хорошо. Да. Чтобы уехать. Чтобы не остались. 40 градусов. Не бежим за бронебойным огурцом. Не делаем лицо, лицо такое, не делаем сложное. Как куриная задница. Матерь. Глубка. Ну ладно. Сыр, такой тонкий вкус. Не хватает брецких. Именно такой я привозил из Амстердама. Не, не такой, конечно. Я твёрдый привозил. Мне этот сыр надо отдельно вообще. Да. Не с мёдом, кстати, не с чем. Просто наслаждаться. Сыр не дешёвый. Сыр. Сколько он там? 70. 80, ты говорила, по-моему. 80 злотых за килограмм. 80 злотых за килограмм. Где-то 1600 за килограмм. Если вспомнить ту клоуну. Сумнаду, которую устраивает Собянин на Красной площади, именуется там это всё там сырной ярмаркой, рыбной ярмаркой. Не на Красной, а в Александровском саду. И там, и там, и по всей Москве. Да. У меня где-то была в архивах фотка, где мы там проезжали мимо. Да. И тарелка вот с этим импортом, замещением. 100 грамм или 100. Отвратным. Мягко говоря, отвратным. У меня аж вот нахват появился при воспоминании. Именно российский. Именно российский. Именно российский. И он там стоил 400 рублей за 100 грамм. А тут голландский сыр. Вот такая вот тарелочка. Вот такая вот тарелочка. Вот такая тарелочка. И там вот бым-бым-бым-бым-бым. Разных сыров там, ну чуть-чуть, да. 400 рублей за 100 грамм. А тут голландский сыр. Дорогой, считается. Тут дорогой. Он стоит 1600 рублей за кило. Да я не знаю. Застрелиться. А что такое импортное замещение? Вы, естественно, все знаете. То есть, я имею ввиду, не весь этот механизм с откатами и с прочей фигней. А насколько, насколько это все дело, мягко говоря, невкусно. И никакое не импортное замещение. Натуральное говно. Говнище. 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 Да, вот поправили. Значит, мы так не поговорили по агар-агару. Да. Значит, вот тут в составе что ты считала? Тмин, молотый. Ну, абрикосы, наверное. Абрикосы, тмин, молотый и пектин. Пектин. Вот. Она вам про пектин хотела что-то рассказать. Так. Пектин – это желирующее вещество растительного происхождения. Естественно, натурального. Ты вот смотришь в тарелку, у нее там нет подсказки. Что это такое. Она это все знает. Вот. В паргалке там не лежит. Вот. Это образование живого технологического. Технолог пищевого производства. Да. Значит, пектин. есть несколько продуктов, ну, ягод, которые имеют в самом составе пектин. И, в том числе, как раз вот эти яблочки растие имеют большой процент на содержание пектины. Красная смородина. Я так вот не помню весь, естественно, перечень. Но здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что промышленность пищевая работает на желеобразных веществах. Каких? Каких? Ихим. Желатин. Агар-агар. Агар-агар. Это у нас морские водоросли, морская капуста и желатин. Ну, все знают, что такой желатин – это желирующее вещество животного происхождения. Делается в основном из голов, плавников, пушуи, рыб. А что я запушил? Ну, кое-какая страна, чтобы удешевить свое пищевое промышленное производство. Ну, я немножечко вмешаюсь и скажу не кое-какая страна, а конкретно Путин Ленд. Да. В общем, они пытаются удешевить и проводят кровати, в том, что у нас запрещено поставка вот этих вот желирующих биодобавок животного происхождения. А своих не хватает? А своих нет. Ну, а куда у нас все одевается? А куда у нас все одевается? Япония, Китайская. Вы же знаете анекдот про русского француза и еще кого-то, немца, и про два чугунных шара, и про людоеда. Пикмастер, мне кажется. Да. Рассказывать не буду. Ну, короче, это в промышленных масштабах идет. Это не просто в магазин или для частного укрепления. Это грустно. Смайлиц я закрыл, убрал, все, я даже не смотрю в ту сторону. Это реально наркота. 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 Прозик. Я помню, что это. Смотри у меня. А людям ты знаешь? А люди знают. Вы уже знаете живой прозик? Так. Ну что, к сожалению, я сожрал хлеб со смайлицом. Смайлиц я убрал. Значит, это будет продолжаться вечно. Вот. Хотел остановиться на хлебе. Вот. Хлеба, как такового, черного, да, в российском понимании тут нет. Но. Здесь очень, очень, очень вкусный и свежий хлеб. Я остановился вот на таком. Не примите это за рекламу. Вот. Хлеб. Хетман. Черненький. Цельнозерновой. Это не орешки? Это зерна? Да. Это зерна. Это может быть семечки. Но это зерна. Это зерна. Вот. Очень вкусный. Может мне почитать, что там написано? Да. Офлек. 250 грамм житой пшены. Значит, все натуральное, натуральный состав. Здесь ни в одном составе, ну, читаем мы с целью изучения польского языка и вообще вот практика такой-то чтения. Потому что привыкли в России то, что там, ну, надо читать, потому что, ну, вот, в эту неделю мы лучше ударим по, там, ну, пищеводу. Ну, это как в игрушке какой-то там, да, там. Одного. Повреждения пищевода, там, 30 процентов, там, до аптечки 100 метров. Вот. В следующей неделе, там, повреждения глаза, там, столько, там. Ну, то есть привыкли читать. Вот. Ну, и тут вот по старой привычке читаем. Да. Никаких консервантов с Е символом. Ну, и вообще консервант. В принципе пишите без консерванта. Или что там. Без глютена. Глютен это то, что может содержаться в лице. Вот. Вот. Вот смолец я убрал. У меня предыдущая банка. Я не хотел наедать. Думаю, блин, оставлю на черный день. Блин, постоял и испортился. Молочка. Молочка. Молочка киснет. Нет. Без лактозы. На хлебе через три дня появляется этот, как ее, как она называется? Красивая, собственно. Красивая такая хрень. Ну, они забыли уже. Да. Вот. Мы после России там прям с удивлением на это все смотрим. Как это? Молоко кислое. Да ты что? Одно у нас в прошлый раз там год простояло. Ничего. Да еще и рядом все тараканы сдохли. А тут вот. Три дня. Все. Алис. Продукты. Миллион. 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 Посему. Надо как-то нам больше оптимизма. Больше оптимизма. Ну, наверное, мало водки, поэтому мало оптимизма. Поэтому мы завершаем сегодняшний репортаж. Будем поднимать свой оптимизм. Пока. 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 Пока.